Вокруг студии Marvel сейчас блуждают все более и более странные разговоры. С одной стороны, уже всем понятно, что четвертая фаза все-таки не стала тем, на что надеялись зрители, так что дабы вновь вернуть себе их полную и тотальную лояльность, как это было ранее, нужно срочно что-то менять. С другой, мы всегда знали приверженность руководства Marvel к репрезентативности, инклюзивности, сильным женским персонажам. Вон сам лично Кевин Файги говорил, что его цель сделать, чтобы в MCU женских героинь было больше, чем супергероев мужчин. Так что с этим тоже все до недавнего времени было ясно и вдруг мы узнаем такое. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Дифмарк это торговая площадка, которую заценят все геймеры и не только. Ведь тут можно приобрести игры для всевозможных платформ и сервисов, прикупить игровые ключи, игровую валюту, карты пополнения, чтобы пополнить баланс, например, в Xbox или Steam, а также игровые аккаунты или софт. Вы сами выбираете продавца по лучшей цене и рейтингу, а еще с Дифмарк можно не только покупать, но даже и продавать. Плюс что мега круто, здесь есть более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду Юту вы получите скидку 20% на любой товар, ссылка в описании. Итак, напомню коротко о том, какая ранее информация появилась о будущем Marvel, прежде чем мы перейдем к самому свежему и интересному. Новости о том, что все суперсовременные тенденции в студии, судя по всему, решили постепенно сворачивать. Так вот, сообщалось, что компания Disney недовольна работой четвертой фазы, и что материнская компания может вмешаться, чтобы следующие две фазы показали себя лучше. Дабы что-то поменять, в данной связи было решено ввести некий специальный надзор со стороны мышиного дома, который будет извне следить и корректировать работу студии Marvel. Одна из проблем, на которую, как сообщается, нацелен этот новоиспеченный надзор, это перенасыщение киновселенной и постепенное падение уровня качества конечного продукта. Так что часть будущих проектов было решено отменить или перенести на определенный срок. Плюс говорилось о том, что в Disney озабочены падением лояльности аудитории и тем, что Marvel в последнее время делает не совсем то, на что рассчитывали зрители. Так вот, что касается будущих переносов и отмен, в первую очередь речь шла о фильме Blades Махершала Эли, который, по словам источников, не слишком вписывается в построение более цельной киновселенной Marvel. Также в зону риска попала фантастическая четверка. А вот теперь самое свежее обновление, которое уже заставило некоторых более прогрессивных зрителей студии бить тревогу. Речь идет об отмене сериала Агата, или точнее переноса его на неопределенный срок. Пока что минимум до 2025 года. Сериал Агата Шабашхауса должен был стать частью развертывания новой пятой фазы Marvel, и по первоначальным планам данный проект собирались выпустить осенью 2023 года, ну или в начале 2024, самое позднее. В двух словах, если кто не знает, Агата Харкнес, персонаж вселенной Marvel Comics. Она очень могущественная ведьма, учительница Ванды Максимов. Кэтрин Ханс сыграла Агату Харкнес в сериале Ванда Вижн, после чего началась предварительная разработка ее сольника. По словам представителей Marvel, Агата должна была стать еще одним ключевым женским персонажем в киновселенной, тем самым, как я понимаю, продолжив вышеупомянутую нами стратегию лично Файге о стремительном расширении репрезентативности в MCU. И вот вдруг такие новости. То есть что получается? Вдруг, ни с того ни с сего, по крайней мере так кажется, со стороны, в Marvel под снос начинают идти проекты, где главную роль играет то темнокожий персонаж, это я, Блэйди, то сильная, хоть и весьма неоднозначная женщина, это говоря о последней отмене. Может это, конечно, все просто совпадение, а представители студии решили пожертвовать количеством ради качества и разгрузить свой график, не забивая его излишним числом все новых и новых релизов? Вполне возможно и даже вполне вероятно, но если почитать, что пишут в сети, то там вы найдете немалое количество людей, просто уверенных в том, что это злые происки против ранее выбранной политики Кевина Файги. И что после не самых потрясающих показателей четвертой фазы, боссы Диснея решили вмешаться и изменить будущую стратегию киновселенной, вернув ее на, так сказать, более традиционные рельсы. Вы же помните, каким изначально был состав Мстителей, и как тогда еще возмущались, что мол все они белые, и вообще в команде пять мужиков, и всего одна бедная Романов в исполнении Скарлетт Йоханссон. Потом ситуация начала стремительно меняться, и вот, кажется, опять движение в обратном направлении. Когда вдруг оказалось, что после эндгейма и по сути распуска всей прежней основы супергероев Марвел, что-то у них начало не ладиться. Отсюда, кстати, информация, что и Крис Эванс, и Скарлетт Йоханссон могут вернуться, например, в Секретных войнах. А также недавно высказанное недовольство Криса Хемсворта, который рассказал, что в текущем состоянии более не намерен участвовать в будущих проектах MCU, если что-то не поменяется. Так что, как знать, может все это действительно звенья одной цепи, и руководство Диснея на самом деле решило притормозиться всеми своими нововведениями. Ведь сейчас нужно для начала разобраться с делами внутри компании, другими словами, снова начать зарабатывать деньги, а уж потом париться всем остальным. Согласитесь, все это довольно интересно, так что посмотрим, куда повернут события дальше. Если вы не хотите ничего пропустить, прямо сейчас подпишитесь на наш канал, а также обязательно нажмите на колокольчик. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.